Ну что ж, всем привет, меня зовут Ярасик, я бы сказал даже доброй ночи, видос выйдет, скорее всего, все-таки ночью. Так, сегодня я вам попробую рассказать конкретно для новичков, которые пришли в Соф и еще откуда-то на техниках, наш любимый Сера Сирус, и которые не шарят, что такое категории, усиление, черные бриллианты, вот, что это вообще за движуха, как оно есть, и почему люди, вот, стлимеры теорут, что идите на Х4, а не на Х2, то есть вам это говорили те, кто уже пришел в Соф и как раз-таки на Х4. И что же такое Х5, как он будет открываться, что это такое, чтобы вам было более-менее понятно. Начнем, наверное, с самого простого, черные бриллианты, брилли, их называют. Что это такое, по сути, это камушки, очень такие крутые, которые дают вместо обычных плюс 30, там, к силе, или еще к чему-то, к чему вы выберете, они дают плюс к 60. Их можно огранять, естественно, их можно менять у одного из лендеров, вот вы к нему подходите, ограняете его, что хотите. Как вы помните, камни можно таскать примерно по 20, если я все правильно помню, за всего персонажа. И вот так вы получите бонусом где-то под 600 определенной характеристики, если вы были все в фулл-сердалях, и вы решите фулл-забрюлиться. Это первое. Второе, из черных брилей можно создать один алмаз мета-брюль, который сильнее где-то в два раза приблизительно. Как я правильно помню. Вот, огранить исходный алмаз, вот сколько он дает бонусом приблизительно, вы можете это зайти на х2 даже и посмотреть, что такое. Это просто, по сути, черные бриллианты, более усиленные такие камни. Берутся они из двух мест. Первое место это донат, естественно, стоят они овер много, уже не помню куда именно, в разное, по-моему, надо зайти. Стоит оно 12 тысяч рублей, один такой камушек. Если вы захотите мета-гем, то это придется отдать 72 тысячи рублей. Это первый способ. Второй способ является просто тупо рандомом. Крутите монетки Джулия, которые вам дают заразную фигню, и, может быть, с каким-то там шансом, вам оно все-таки прокнет. Крутите, крутите. Прокнет, не прокнет. Вот так вот. Черный бриллиант мы разобрали. То есть, по сути, это бисовые камни. Самые такие офигенные. Лучше и не бывает. Дальше пойдем уже по усилениям, наверное. Это первое, что вы увидите прямо сейчас, когда я открываю персонажа. Вот эти самые усиления. Вот я вкинул 200 силы в персонажа. 202. Я могу сбросить, когда захочу. Вкидывать по одной силе, по 10 силы и так далее. Вот в любую хорсистику абсолютно стоит. Это недорого сброс и прочее. За что дают эти усиления, как раз таки? Эти усиления дают вам за категорию. Сейчас мы к ней тоже подойдем. И усиления дают как раз таки за игру на БГ, за прохождение виклика и прочей эриси. Вот. Допустим, те же самые battle pass. В нем есть усиления эти самые. Если там полистать, зайти на тот же серый х2, вы это все увидите. Вот. Дает 5 очков усиления. То есть это все можно получить. Эти усиления. Теперь. Это один из способов. То есть усиления получить через battle pass. И прочее. Если когда ты сам вот этих их пкм нажимаешь. Второй способ это категория. Чем выше у вас категория. Тем больше очков усиления вы получаете. И больше очков усиления вы в принципе в общем можете использовать. Видите? У меня написано максимум для вашей категории 250. Там на первой категории, я не знаю, где-то около 400 по-моему. Усиление вот так вот. И видите? Нажимаю. Одно очко усиления вкидываю. Это 37 очков усиления вкинул. И я получаю 2 очка силы. За 1 очко усиления. То есть каждое очко это примерно 2 бонуса. Идет к вам. Как-то это так работает. Дальше. Теперь разберем что такое категория. Начнем наверное с того, что при достижении 80 уровня вы получаете 7 категорию. Это самая Денищинская, так сказать. Вам в Долоране предложат Джулия или кто-то из них сделать цепочку квестов. Вы их берете и делаете ту самую квестную цепочку. Вам будут давать кристаллы энергии. Вот так вот они выглядят. Которые вам понадобятся для того, чтобы сделать основной дейлик. А это именно на плюсик. Бейлик. Вот 3. Третья категория видите. Плюс, плюс, плюс. Для того, чтобы мне получить плюсик, мне нужно получить, точнее сдать кучу кристаллов энергии. У меня сейчас 4 плюсика. А если я сдам 64 кристаллов энергии, этих самых, то я получу 5 плюсик. Вот здесь вот в бафе это видно. 4 плюсика и третья категория. Чем хуже категория у вас, тем меньше плюсиков вам надо. И тем меньше, естественно, кристаллов энергии вам нужно. То есть, чтобы перейти с 7 категории на 6. То есть, категория идет в обратную степень. От 7 до 1. И после первой категории будет ВК. То есть, мне категория. То есть, 7 категория с плюсиком одним. Вы ее получите просто при выполнении всей квестной цепочки. И после нее вы как раз таки получите уже 6 категорию без плюсиков абсолютно. Теперь, идем дальше. Эти самые категории, чтобы апнуть. То есть, когда я наберу все плюсики, мне дадут задание на убийство босса категории. У каждой категории есть свой босс. Чтобы перейти с 7 на 6, нужно убить босса 6 категории. Естественно, 6 на 5, 5 категории и так далее. Они все разные. Для того, чтобы перейти на 6 категорию 7, то есть, самой такой бомжаской, вам понадобится всего 1 человек, и это вы. Чтобы перейти с 6 на 5, вам понадобится человек 10 собрать рейд. 5 на 4 человек 20 плюсом, а то и больше и так далее. Я помню, грандиозное событие было на x2. Когда люди собирались на первую категорию, собирали 5 полных рейдов. Просто куча гильдий собралось туда, самых топовых. И пинали. Так что, это прям грандиозное событие. Самое настоящее. Вне категории собираются скоро добавить. Там будет очень весело, судя по всему. Далее. Как раз таки, за эти самые категории, вы уже, думаю, сами все догадываетесь, вы получаете, чем выше категория, чем, естественно, больше усилений. Это все понятно. Теперь, как качать эти самые категории? Каждый день вы заходите в игру, вам дают дейлики, возможность. И чем выше категория, тем больше у вас будет дейликов дополнительных. Например, на 6 категории у меня будет из дейликов только испытание отвагой и испытание чести. Что это значит? Это дейлики, которые вам придется трижды победить на БГ за день. И трижды пройти РЛК-гер или РБК-гер. Это вообще не важно, что вы там собираетесь проносить. Просто вам придется три героических подземелья 80 уровня пронести. И оттуда будет выпадать эти самые эссенции. То есть, по сути, на 6 категории вам придется раз в день делать 3 БГ и 3 ППГ заносить. Уже начиная с пятой категории, у вас будут появляться поставки. То ли с пятой, то ли с четвертой, я точно не помню. Вроде даже с четвертой. Поставки. Это у нас... Иди, принеси какие-то предметы, подай и иди нахуй. Вот. Принеси, подай, пошел вон. По сути. Космическая субстанция, абсолютная пыль, осколы грез, все это надо будет. Либо с ауксона, либо самому добыть. Пришел, сдал. И такие поставки раз в день, естественно. То есть, если вы хотите дополнительные кристаллы энергии лутать, то вам придется еще и гринить дополнительно с этого. Ну, гринд ради гринда, как говорится, правильно? В следующей категории будут дополнительные поставки. Или четвертой, я уже точно не помню. То есть, больше поставок. И куча всякого мусора. По-моему, поставки вот эти меняются каждый день. Помимо этого, начиная с 80 уровня, как только магазин появится, по идее у всех будут поставки. Это бесплатные поставки. Вот как только вы докачались до 80 уровня, вы обязательно открываете магазин и забираете 3 дня поставок. Они должны быть у всех. По поводу первой недели сервера, я не знаю. Будут поставки, не будут поставки. Потому что могут и магазин тупо не добавить в первые дни. А потом уже как добавят поставки, так вы будете их забирать. Вот видите, у меня купить на 7 дней. Но, по сути, у вас будет купить бесплатно. Или попробовать бесплатно, что-то такое. Что это за поставки? Каждый день в 12.00 по МСК вроде бы вам будет приходить на почту письмо, в котором будет у вас кристаллы энергии, которые нужны для прокачки категории. Значок гильдии. И монеты удачи Джулии, которые вы как раз-таки покрутите себе немножко у этого самого Велеса, победителя фортуны. И вот так вот вы понемногу гриндом ежедневным будете качать себе эту самую категорию. По-моему, это все. В принципе, что нужно было вам объяснить. Естественно, поставки можно покупать за 30 бонусов на неделю, либо за 100 бонусов на месяц. Остальные поставки питомца, транспорт, иллюзии, это уже... Вот, кстати, кнопка попробовать бесплатно, я их еще не пробовал. Вы можете их нажимать, и у вас раз в день видите, как это работает. До окончания поставок 2 дня вот такая вот штучка появится. Вот, у вас еще действуют поставки 2 дня, все такое. Можете их забрать. Я забрал, точнее, я получил поставки. Вот так это все забирается. Приблизительно есть несколько видов поставок. Просто поэтому я их просто не забирал. И вот они у меня остались на Series X2. В принципе, вам этой информации должно хватать, чтобы понимать, в принципе, что вообще происходит на этом сервере Series X2. По поводу черных бриллиантов и усилений, я сказал, как они получаются. Я не договорил. Написана была информация от Series X2, что изменены какие-то возможности получения их. То есть, что-то придумает Series, вы получите что-то дополнительное. То есть, черные бриллианты, может быть, будут выпадать не только с рулетки. Может, какие-то дейлики придумают, еще что-то. Я без понятия, честно. У меня информации такой нет. И по поводу усилений то же самое. По поводу усилений, они выпадают, когда вы проносите охоту. Охота это у нас дейлик. Раз в неделю получаете вы его. Вы сможете лутать 7 присталов энергии, 7 монет удачи жули и руна лили, которая дает очко усилений. Вам нужно по этому дейлику раз в неделю проносить Аниксию, Грула Драконобоя, Мактеридон и Ану Барака. То есть, Маги Грул и Каоня. Кто знает эти рейды, тот знает. В принципе, на этом все. Из той информации, что было и прочитано, и то, что у меня в голове имеется. Дальше посмотрим, что будет, ребят. Еще раз напомню, регистрируемся по моей реферальной ссылочке. Обязательно лутаем маунта и радуемся жизни. Я жду вас всех 9 числа, 18.00 на слиме. Мы будем залетать на X5, шпилить, играть. Давайте, ребятки, увидимся еще. Субтитры делал DimaTorzok